как определить мужчину пикапера основные признаки она его посылала она ему прямо говорила нет она ему отказывала но это его не останавливало альфа самец вот такое ощущение что ничего не боится и на этом пике нужно пропасть веди себя так как будто тебя хотят тысячи лучших женщин и вызывает такие крышнотные эмоции как самом романтическом фильме привет меня зовут ярослав самойлов я психолог и прежде чем мы перейдем к этому видео прямо сейчас ставьте лайк подписывайтесь на канал ставьте колокольчик и обязательно смотрите это видео до конца прежде чем я начну говорить о признаках я выскажу свое мнение что если мужчина проходил когда-то либо недавно пикап тренинг это еще не значит на сто процентов что он плохой опасный либо же недостойный я точно знаю примеры мужчин которые когда-то на каком-то этапе своей жизни проходили такие программы проходили такие курсы как инструмент чтобы побороть свою неуверенность для того чтобы понимать больше женщин для того чтобы научиться с ними взаимодействовать потому что в большинстве случаев мамы папы родители нас этому не научили при этом в этом видео я объясню все-таки признаки как ведет себя пикапер и если многие признаки будут совпадать с поведением с мужчиной с которым вы сейчас общаетесь либо будете общаться в будущем ну что вы были просто начеку и имели ввиду подобным вещам учат и на женских курсах где обучают манипуляциям знаете что-то в стиле как быть стервой как отжать у мужчины все и я не являюсь сторонником таких инструментов потому что я за открытость я за честность я за искренность я за то чтобы учиться быть самим собой да и чтобы наша личность была сама по себе привлекательной мы сами по себе были привлекательны уверены в себе и нам бы не приходилось играть какую-то роль и так возвращаясь к нашим мужчинам пикапером давайте по пунктам первое на что мы обращаем внимание мужчины и женщины на что обращают женщины это конечно же внешность в большинстве случаев мужчина пикапер их учат быть красивыми ухоженными хорошо одеваться раньше их учили там носить кулон и сейчас не знаю как но в целом я в принципе в этом не вижу ничего плохого и конечно же есть в этих признаках если какие-то признаки совпадают это еще не значит что точно мужчина пикапер но первое это его внешность раньше пикаперов учили одеваться ярко чтобы он выделялся чтобы это было оригинально нестандартно какие-то цветастые рубашки какие-то кулоны какие-то браслеты следующее пикапер он всегда в хорошем настроении он знаете таком ресурсном настроении на высоких вибрациях и ты с ним общаешься и такое ощущение что у него всегда хорошее настроение у него всегда все хорошо у него всегда все идет по плану и казалось бы вот рабочий день у человека прошел и у него там свой бизнес либо он строит карьеру либо он сфере айти работает сотрудник да и он в таком вот знаете такой вот харизма уверенность ощущение что в этом человеке полно он полон ресурсов и так всегда все время когда вы с ним общаетесь как женщина этому учат почему потому что все мы тянемся к ресурсу и когда человек весь такой в хорошем настроении весь такой классный то это притягивает это притягивает женщин и пикапера может сказать запрещено быть плохом настроении возле женщин запрещено быть грустным запрещено быть каким-то унылым депрессивным непозитивным негативным нужно быть всегда вот таким вау если мы говорим про здоровых мужчин про здоровых личностей и мужчин и женщин это нормально когда у нас нет прекрасного настроения мы можем позволить и быть грустными мы можем позволить себе где-то не быть на высоких вибрациях это нормально мы все живые люди невозможно всегда быть на высоких вибрациях до и поэтому тоже себя как женщина вы спросите как вы относитесь к мужчине который но в какие-то моменты может быть грустным да вы принимаете эту грусть либо вы осуждаете мужчину за грусть вы когда Когда мужчина после работы уставший, вы принимаете этого мужчину и относитесь с пониманием к его уставшести после работы? Или вы относитесь к этому как личной обиде, что как это так, он возле меня, не в супер прекрасном настроении после работы, либо же после бизнеса? Следующий признак поведения мужчины-пикапера, это называется термин «модель приза». Он неявно, косвенно демонстрирует свою востребованность, какой он весь классный и востребованный. И обычно это демонстрируется с помощью историй, которые рассказывает пикапер, истории, где он описывает, как реагируют на него где-то друзья, как на лидера, как им где-то восхищались другие женщины, как где-то за него боролись какие-то работодатели, да, либо какой он классный босс и как все к нему стремятся, да. То есть такой некий элемент показывания модель приза, альфа-самцовость, ей весь такой классный. Женщины применяют этот инструмент в инстаграмах, когда они показывают, что вот посмотри, мне дарят вот такие букеты цветов, вот посмотри, меня возят в такие страны, за такие моря и океаны. Кажется, что показывая это, я как бы тем самым мотивирую других тоже для меня сильно стараться. Вот пикаперов этому учат. Часто за этим может ничего не стоять. Зачастую это вообще неправда, это приукрашивание, это утрирование, это гиперболизация, да. Если мы про женщин говорим, ну, наверное, наверное, ей дарят эти цветы, если она показывает это в инстаграме, но если мы говорим про мужчин-пикаперов, которые как бы вроде бы показывают свою классность, да, показывают, как они востребованы среди женщин, то часто это утрировано и наиграно. Тоже некоторые примеры, это когда мужчина хвастается знакомствами с кем-то, да, когда он гордится, что он кого-то знает, кто-то к нему обращается. Но еще раз повторю, зачастую они это делают не прямо, типа я такой весь классный, да, они обычно приводят какие-то истории и как бы рассказывая историю, как будто бы другой человек где-то в истории ими восхитился, да, и как бы это не я сам собой восхищаюсь, потому что это выглядело бы глупо, а как бы в истории кто-то мной восхитился или в истории какие-то женщины там за меня условно боролись, тогда для собеседника, кому я рассказываю эту историю, вроде бы как складывается ощущение, что вау, какой классный востребованный мужчина. Следующий признак поведения мужчины-пикапера, это называется термин «ближе-дальше», то есть он может быть такой весь внимательный и хороший, а тут резко раз и отстранился, стал холодным. Или же вот он там целый день вам пишет, спрашивает, как дела, интересуется, вроде бы как беспокоится, а тут раз, на день-два полностью пропал. Или же вы переписываетесь и он отвечает там каждую минуту, ну на протяжении нескольких минут отвечает на ваши сообщения, а тут раз, происходит период и он отвечает там раз в три часа и пропадает без каких-то объяснений. И обычно пикаперов учат это делать на пике эмоций, то есть сначала он возводит пик эмоций, когда женщина там вся эмоционально возбуждена, эмоционально заинтересована, да, и на этом пике нужно пропасть. Это другими словами называется эмоциональные качели. То есть и когда человек испытывает динамику, да, эмоции вверх-вниз, тогда у человека складывается ощущение, что, знаете, такой большего, больше прожитой жизни. Вот зачем делают тимбилдинги для сотрудников? Для того, чтобы сплотить команду. Зачем? Потому что, например, за два часа какой-то игры, веревочной игры, команда проживает разный спектр эмоций и это очень сближает. И поэтому вот эти перепады ближе-дальше, игнор, эмоциональные качели, это сделано с целью сближения, для того, чтобы быстрее сложилось ощущение, что мы какие-то близкие люди, мы какие-то вроде бы как родные люди. Этому тоже учат на курсах стерв. Ближе-дальше, да, игнорировать мужчину, брать трубку не с первого раза, то вся она такая внимательная к мужчине, да, то она раз стала холодной. Этому учат тоже на курсах стерв. И, конечно же, многие об этом, в принципе, слышали, да, даже не проходя курсы. И поэтому в той или иной степени многие люди это применяют. И давайте по-честному, многие родители это применяют к своим детям. Ребенок непослушный, мать что делает? Манипуляцию какую-то, начинает ребенка игнорировать. А, ты весь такой непослушный, ты меня не слушаешь, вот я обиделась, хожу, я обиженная хожу. Давай тут теперь веди себя хорошо, чтобы я не зашла и снова стала теплой по отношению к ребенку. Понимаете? Это родительская разрушительная манипуляция, так плохо делать. Но это пример того, что это делают даже родители по отношению к своим любимым и родным детям. Следующий принцип поведения пикапера, по которому можно его определить, это гибкость и настойчивость. Это даже, я бы сказал, постулаты на этих курсах, тренингах. Мужчина должен быть гибким и настойчивым. Вот когда женщина говорит нет, это даже вызывает больший интерес у пикапера, да, еще больший интерес, потому что это его подстегивает, да, для него это какое-то достижение, для него это какая-то гордость, для него это какая-то высшая награда заполучить ту женщину, которая сказала нет. Заполучить, завоевать ту женщину, которая вначале думала вообще, что это вообще не мой типаж мужчины, он мне вообще не интересен. Она его посылала, она ему прямо говорила нет, она ему отказывала. Но это его не останавливало. И, к сожалению, многие женщины на это, так сказать, ведутся, да. Им кажется, ну вот если ему так нужна, он такой настойчивый, да, это же так мужественно, такой настойчивый бронепоезд. И многие женщины, конечно же, на это, так сказать, реагируют положительно. Это я в конце видео скажу, потому что, по моему мнению, все эти приемы, те, кто на них реагирует, тех, на кого работают эти приемы, это, к сожалению, пока что это психологически незрелые личности. Потому что если вы зрелая личность, если вы психологически здорова, вас не будет вызывать привлекательность такое мужское поведение. Кстати, напишите в комментариях, кто уже с такими сталкивались, мужчинами, да, или как бы вы, как раньше вы реагировали на это, как сейчас реагируете на эти приемчики, фишки. И, кстати, если для вас важно стать более здоровой, психологически здоровой и понимать еще больше психологию отношений, психологию мужчин, тогда я вас приглашаю на бесплатные вебинары, которые называются «Мужчина. Честная инструкция по применению». Прямо сейчас под этим видео кликайте и записывайтесь бесплатно. Следующий признак поведения пикапера, это мужчины-пикапера, это такой, знаете, оригинальность, небанальность. Очень важно быть небанальным. Очень важно быть нескучным, небанальным, оригинальным. Он никогда не... Обычно они знакомятся очень оригинально. Какие-то, знаете, фразы интересные, какие-то интересные подходы. Такое ощущение, что этот мужчина необычный. Он не будет просто знаком... Он никогда не скажет «Привет, ты мне понравилась». Да, давай познакомимся. Обычно это будет какая-то закрученная фраза, закрученный какой-то подход, чтобы опять же вызвать у женщин эмоции. Все эти фишки направлены на вызов у женщины эмоций. Тогда у женщины ассоциация «Ох, я что-то почувствовала! Ой, как интересно!» И, соответственно, сердцу не прикажешь, да, вот эта фраза. И поэтому вот эти все штуки, они направлены именно на это. Потому что если бы пикаперов учили быть достойными мужчинами, достигать целей, быть мужественными, быть ответственными и так далее, то, к сожалению, это не вызывает эмоций, по крайней мере, быстрых эмоций. И поэтому пикаперов учат именно приебам, как вызвать быстрые эмоции. Если он знакомится с вами где-то на сайте знакомств, либо в Инстаграм, это тоже будет как-то оригинально. Многие девушки и женщины, кстати, они обесценивают, когда мужчина с ними знакомится банально. Там, ты мне понравилась, да? Или когда мужчина стесняется при знакомстве. Для этих женщин это признак слабого мужчины. Но простите, пожалуйста, если я профессионал, например, в сфере IT, это же не равно, я профессионал знакомства с женщинами. Если бы я знакомился каждый день по 200 раз с женщинами, тогда бы я был бы мастером знаком с женщинами. Понимаете, да? И поэтому, если вы сейчас женщина, как женщина одна, пожалуйста, не судите мужчину по тому, как он с вами знакомится. Это не главный признак. И большинство мужчин нормальных, они не умеют знакомиться. Они стесняются при знакомствах. И это нормально. Это никак не говорит о мужчине то, что он слабый. Следующее. Признак пикапера поведения. Это, в принципе, демонстрация поведения альфа-самца. Он очень уверен в себе. Он вот очень уверен в себе. Он альфа-самец. Вот такое ощущение, что он ничего не боится. Такое ощущение, что его ничего не смущает. И опять же, это происходит часто даже при знакомстве. Если у него уже есть опыт десятков или сотен подходов, попыток, он ведет себя очень уверенно. И большинство женщин это подкупает. Потому что она судит же по обложке, да? И вот же он при знакомстве такой, блин, уверенный. Те вообще боятся подойти. Те два слова связать не могут. А он не побоялся подойти и так уверенно разговаривает, и так нескучно, оригинально. Ощущение такой мужественности. Но это зачастую, но не всегда, зачастую. Иллюзорная мужественность. Наигранная мужественность. И знаете, принцип такой, что веди себя так, как будто бы у тебя уже есть то, что ты хочешь. То есть, веди себя, как будто бы у тебя уже есть десятки миллионов долларов. Веди себя так, как будто тебя хотят тысячи лучших женщин. Веди себя так, как будто бы, да? То есть, настройка внутреннего состояния этого мужчины. Он сам себя настраивает ввести себя так, транслировать такую энергию, такое мета-сообщение. Как будто бы у меня уже многое есть. Да, вот это как бы тренировка этого состояния. И в редких случаях есть соответствие. То, что я демонстрирую и то, что я имею. У пикаперов в большинстве случаев они демонстрируют, производят впечатление гораздо больше, чем те, кем они являются на самом деле. И если у них спрашивать, там, кем ты работаешь, где ты работаешь, и, например, он работает программистом, или же менеджером по продажам, или же, ну, не знаю, руководителем какого-нибудь там среднего звена. Зачастую он не скажет это прямо. Зачастую он будет как-то оригинально это преподносить. Я там занимаюсь поставками, я вот помогаю решать такие проблемы, да, там я, то есть гиперболизированная, утрированная должность, да, потому что если он просто скажет правду, что он, ну, программист, это скучно, да, это не альфа-самец, да, но если я скажу про свою профессию, например, я программист, я скажу, что я работаю в такой-то компании, я отвечаю за вот эти, вот эти достижения таких целей в рамках вот таких проектов, и вроде бы я не обманул, то есть нет, пикаперов не учат обманывать, их учат говорить, скажем так, преподносить, позиционировать, не обманывая, так, чтобы у женщины складывалось такое впечатление, вау, как оригинальное и необычное, такое ощущение, как принц из сказки. Ну и финально в этом видео, это то, чему учат также пикаперов мужчин, это крышесносы, это быть мега крышесносно оригинальным, то есть свидание где-нибудь на крыше, но обычно это не первое свидание, обычно это уже какое-то энное там свидание, энная попытка, либо когда женщина ему очень понравилась, то есть обычно это что-то вообще не, то есть супер то, что что-то такое, чего у женщины никогда в жизни не было, или вряд ли было, да, там свидание на крыше с какими-то там спецэффектами, и обычно это оригинально, но при этом это может быть немного денег затрачено на это, но выглядит так и вызывает такие крышесносные эмоции, как в самом романтическом фильме. Еще раз повторю, что на это реагируют, это работает с психологически незрелыми личностями, то есть когда мужчина так себя ведет, на это реагируют такие женщины, и также женщины, которые эти подобные приемы используют в поведении с мужчинами, на это тоже реагируют психологически незрелые мужчины, потому что психологически зрелые люди, для них это детский сад, для них это, знаете, цирк, который не то, что не реагируют эти люди, они скорее, это вызывает улыбку, да, такое поведение, потому что они это видят насквозь, и поэтому я против этого, я этому не учу, я считаю, что не на это нужно тратить свое время, ресурсы, внимание, не в развитии манипуляций, да, или изображение себя тех, кем мы не являемся, а наоборот, в развитии себя как личности, в понимании психологии отношений, именно поэтому я вас приглашаю на бесплатные вебинары мужчины, честная инструкция, абсолютно бесплатно, прямо сейчас под видео кликайте и записывайтесь бесплатно. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и пишите в комментариях, как вам это видео.